Звенит звонок и начинается урок. Ученики открывают учебники, тетради и внимательно слушают учителя. А после этого урока они пойдут на работу. В вечерней школе помимо учёбы у школьников полно и других забот. Ввиду жизненных обстоятельств они совмещают рабочие смены с занятиями в школе. Среди школьников здесь могут быть и 15-летние, и 40-летние. В отличие от обычной школы, здесь оканчивают 12 классов. Предметы всё то же самое. Мы также сдаём ОГЭ, также сдаём ЕГЭ. То есть у нас такая же обычная школа. Специфика нашей школы заключается в том, что здесь дети 15+. У нас даже есть обучающиеся 43 года. То есть люди, которые в своё время не получили образование, они приходят к нам, получают образование. Сегодня в школе праздничный день. Коллектив отмечает профессиональный праздник и юбилей школы. В этом году ей исполнилось 60 лет. В школе работают 16 преподавателей. Поздравление сегодня получает и учитель физики Зейтуна Мухудинова. Педагог с более чем 40-летним стажем. Вот такие у нас уникальные дети. И мы стараемся тоже быть уникальными. Все учителя у меня. Все учителя вот такие. С пониманием относимся к этим ситуациям. Которые попали. Не боятся идти в вечернюю школу и молодые специалисты. Одна из них – Динара Нигматулина. Учитель английского языка и по совместительству завуч. Вначале, конечно, было немножко сложновато. Но сейчас уже со всеми справляемся. Слава Богу, всё хорошо. В СССР вечерние школы носили название «Школы рабочей молодёжи». Они позволяли решить важную социальную задачу – дать возможность получить образование работающим. Нынешние вечерние школы продолжают это дело. Только в вечерней школе Альметьевска сейчас получают образование 210 человек.